С вами мы, Артур Бабич и Аня Бакров. И мы начинаем наш блог. Исландия. Невероятно удивительная страна. Я давно мечтала ее посетить. И вот, наконец-то, моя мечта сбылась. Невероятно красивая и при этом не похожая ни на одну другую страну. Маленький уголок на другом конце земли. Здесь все особенное. Страна больших чудес. Короче, ребят, сейчас произошел какой-то пипец. Мы приехали домой. Топ неожиданных концовок с завершения вечера. Ну что, поехали со мной в это невероятное путешествие. И мы уже в Турции, правильно? Вот так вот. Блин, а мне за нее стыдно сейчас. Бро, хочешь, Угар, иди сюда. Сейчас сколько, ну, на улице сколько градусов где-то? 27. 27, да? Посмотри, что у меня в чемодане есть. Просто, типа, чтобы вы понимали. Свитер, шапка, ушанка. Тут тоже, смотрите, все утеплено, еще одна шапка. А это значит, что? Значит, что Стамбул не конечная. Нифига себе. Ну все, короче, друзья, мы реально идем есть, купаться, гулять и отдыхать. Вот. И встретимся уже в аэропорту. Надеюсь, получилось. Честно, я не переходил. Мы спим просто по 4, по 5 часов. А все потому что что? Потому что много пересадок. А еще у нас рейд задерживает. На 2 часа, друзья. Мы как с луны упали. Вот так вот. Нам перенесли еще раз рейс. Аня уже в ожидании полета. Чикс. Снимай, скажи, такая, она. Скажи, такая, она идит уже спать. Ребята, из-за интересного. Я практически опаздываю на рейс. Возможно, Артур сейчас полетит без меня. Просто потому что меня держали на паспортном контроле 50 минут. Они хотели пускать. Меня держали в Осло, в Норвегии. И я уже плакала, сидела у полицейских и говорила, пожалуйста, у меня в вашей стране всего лишь транзит 40-минутный. Пустите. Это ужасный перелет, друзья. Ужасный. И мелочи красоту за окном. Раз, два, три. В Армении! В Исландии мы, короче, ребята. Роум-тур! Вы просто посмотрите, какая красота! У нас кровать, значит, одна. Ванная одна. Вы проснетесь? Охренеете! А пока погнали спать, пожалуйста, по-братски. Сейчас на часах 10 утра, мы проснулись, пока что только умылись, заправили постель, вышли на балкон и уже обалдели от того, как красиво, ребят. Просто посмотрите, чтобы вы понимали, это лава. На самом деле, чуваки, они так говорят, как красиво, а тут просто, ну, кроме травы и пару деревьев, ничего нет. Мы еще красивого не видели. Ну, это все красиво, понимаете, для меня. Здесь такие оттенки, здесь такие цвета. А еще само понимание, что вот мы вчера, например, с аэропорта 2 часа ехали по лаве. То есть, вся Исландия создана из лавы. Ну, то есть, вулканы разошлись, и так появилась Исландия. Это само ощущение, это же просто... Пол, это лава твоя бывшая. Ой, сейчас сиси будет видно. Итак, всем доброе утро! А вдруг кто-то еще спит? Уже не до лужи. Да, забыла сказать, мы поехали в роуд-трип по Исландии, и нас в компании 10 человек. Я потихонечку буду ознакомить с ребятами, если они не будут против, потому что они не блогеры, это просто ребята, которые захотели поехать смотреть красоту Исландии. А, ну я обещала вам показать второй этаж нашего дома. Посмотрите, как красиво. Здесь такой вайп, посмотрите, здесь даже пластинка винила. Первый день нашего путешествия. Мы надеваем все самые теплые вещи, несколько комплектов термобелья и выдвигаемся в путь. Хочу вам показать. Давайте посмотрим, сколько стоит бензин в Исландии. Смотри, если бензин, то 317 крон за литр, а если дизель, то 312. А кроны к рублю, это надо делить, короче, на 0,7, правильно? То есть, вот смотри, 1000 крон, это 700 рублей. А значит, бензин, сколько здесь стоит? 227 рублей. Нифига себе! Это дорого! Конечно, дорого! Это очень дорого! Четыре раза дороже! С ума сойти! Поехали отсюда! Первые минуты нашего путешествия. Даша проводит нам экскурсию и рассказывает об Исландии. что-то отражает этот мох, потому что на фоне черного это кажется очень сюрреалистично. То есть, ты вообще не понимаешь, почему гора так светится. Мама! Я на краю мира! Все? Да. Что вы понимали, друзья, вокруг меня сейчас это все застывшая лава, которая сверху покрыта мхом. Пойдемте потрогаем вместе. Это все черный песок. Лава. Потому что вот здесь совсем недалеко кратер активного вулкана. И мы, кстати, туда сейчас и едем. Ура! Ну что, за начало нашего путешествия! Упс! Чикс! Представляете, сегодня мы весь день ездим по застывшим вулканам. Рядом вулкан, который все еще извергается. И вот сейчас мы приехали на озеро, и посреди него застывшая лава. Вот видите эти островки? Это все застывшая лава. Сзади меня, кстати, еще один кратер вулкана. Держу его на ладошке. Ребята, это просто охренеть и не встать. Я сейчас в Слайне хожу по вулканам. Я, кстати, бы очень хотела увидеть извержение вулкана, но, скорее всего, в эту поездку этого не случится. Просто потому, что сейчас вулкан немножечко спит. Вот, у него и так недавно было извержение. Но, вот просто представьте, я сейчас хожу, здесь земля, вот она, поломанная просто, потому что здесь текла лава. Не так давно здесь текла лава, а теперь иду я. А еще я не знаю, как почитать, говорить. Пол, это лава твоя бывшая шалава. Ну, просто в этой ситуации как бы постоянно хочется это говорить. Ха-ха-ха-ха. Ребят, живите, мечтайте, путешествуйте. Та фу, это очень банально звучит. Но я не могу вам этого не говорить. Я бы так хотела, чтобы вы сейчас могли посмотреть на мир моими глазами. Чтобы вы могли все это, чтобы вы все это могли увидеть. Чтобы вы все это могли испытать на себе. Я так не хочу, чтобы вы сидели по своим домам и работали на работе по 16 часов. Можно же встать и начать исполнять свои мечты. Потому что, знаете, мечты, они созданы для того, чтобы они исполнялись. Если бы сказали маленькой Ане, шестилетней, что она будет в Исландии ходить по кратеру вулкана, она бы сказала, что это все выдумщики. Она бы не поверила, сказала, что все это выдумки, а она будет работать на заводе. Водопад, где снимали «Игру престолов». Водопад, где снимал свой клип Джастин Бибер. И мы с Артуром, который наконец-то увидели это своими глазами. Артур. Артур через 5 минут увидит первый водопад в своей жизни. Не, ну я его, в принципе, и так вижу, но... Но мы сейчас подойдем совсем-совсем близко. Да. Ты желание загадал? А, типа, есть такая примета, первый раз в водопад видишь, загадываешь желание? Ну, в принципе, когда ты что-то делаешь первый раз, всегда надо загадывать желание. Ну, ладно, сейчас загадаю. Да, ну да, я загадаю, ты можешь мне не стихать. Я загадал. Молодец. Ну что, пойдем смотреть? Пойдем. Ну что, Вау? Вау? Чопа? Офигеть просто. Ну, мне так хочется под него сейчас упасть сразу. Ребята, мы только что гуляли прямо под водопадом. И сейчас я тоже стою под ним. Но это очень круто. Я там чуть не разрыдалась. Короче, мы побывали на трех водопадах. Все, я уже не разговариваю. Короче, три водопада здесь сегодня мы увидели. Невероятной красоты. Устали, замерзли, невероятно счастливые. Пришли кушать. Все девчонки взяли себе местный, короче, суп из баранины. Сейчас я вам покажу. Покажи, как это красота выглядит. Ой-ой-ой-ой-ой. Приятного аппетита всем. Все взяли суп. Ну, я чужой среди своих. Посмотрите. Все взяли суп. Суп. Ребят, ну, я пойду за соседний столик. Я понимаю, как бы... Был свидание. Здесь был дресс-код. Артура, я тебе место вообще-то заняла. Где? Вот здесь. Ну, ладно. Ты... А, ты не суп ешь. Нет, не место. От меня даже мой парень отказался, потому что я не взяла себе суп из баранины. А я, из-за того, что специфический едок, я побоялась брать то, что я по итогу не съем, и взяла пасту с курицей. Какая же здесь вкусная еда. Вы не представляете, все, что касается молока, шоколада, сладкого. Можно придвинуть, если что. Просто посмотрите, это же произведение искусства. И это реально очень вкусный шоколад. Он такой молочный, он очень вкусный. Вау. Только это черный шоколад, кот. Да, я батю ел. Просто чего? Я ни разу не видела такую Орео, кстати. Вот такие баунти. А печеньки Твикс. Да, я такое вообще первый раз вижу. Эмоций, конечно, через край даже больше. Я сегодня успела поплакать раза три. Вот мы были на трех водопадах, три раза я плакала просто от ощущения какого-то величества. Я не знаю, от того, что я такая маленькая-маленькая-маленькая таракашка. А природа, она творит какие-то вероятные чудеса. И как мы сегодня мокли, как мы сегодня бегали под водопад. Вы все это видели по влоге. А я все это снимала для вас. Просто вы не представляете. Ты забегаешь туда, как будто под проливной какой-то ливень, дождь. А тебе пофигу. Холодно, мокро, пофиг. Потом, конечно же, ты отогреваешься в машине вот так вот, сидишь вот под печкой. Но это того стоит. Это реально того стоит и стоило. И я просто, прикиньте, это только второй день. Что будет дальше? Что было дальше? И здесь такая нарезка. Но правда, если это второй день, такой насыщенный, то что нас еще ждет? А еще мы сделали для вас нереально классную фотосессию. Я думаю, что она уже вышла у меня в социальных сетях. И вы уже поставили лайк. Но если нет, тогда вернитесь и поставьте. Стиль кочевников включен. С этого момента мы будем переезжать с локации на локацию каждый день. И каждый день мы будем устанавливаться в разных домах. Если честно, я так подумала, если я буду снимать все каждый день, то влог выйдет, наверное, часа на два. А еще я хочу немножечко кайфануть и запечатлеть все эти моменты у себя в памяти. Как говорится, фотографируй глазами. Поэтому, наверное, я сниму для вас самые красивые места. Да все равно я не смогу снимать. Будем решать по факту. Впереди еще много красоты. Поэтому запасайтесь печеньками, чаечками. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И поехали. Выгадайте, что за моей спиной? Это самое большое лавовое поле в мире. Вот, чтобы вы понимали, вот это все лава, покрытая мхом. А что делает Аня? Я расстеваюсь. Зачем? У меня сейчас будет голая фотосессия. Первый раз в жизни. Да, я буду абсолютно голая. Просто сегодня все люди одеваются. Так же мы... Ну че, погнали. Говорила я тебе, где-то раз. Да. На голую фотосессия! Но зато будет красиво. Очень. Жопа! Зай, ты мне, если что, принесешь одежду? Конечно. Я же для чего здесь? Ой-ой-ой! Монтажер, а ну не сотреть! Зай, перекрестим в районе Хиколотки. Вон, снимается. Да, вот. Все голые. Руки больше сюда к себе, к груди, да? Это было очень холодно. Чтобы вы понимали, Артур был типа в двух метрах от меня. И он прибежал, сразу принес мне одежду. А я совсем голая. Не, потому что я убегал далеко, чтобы все равно было все видно. Каково тебе, когда все раздевают своих девушек, а ты одеваешь? Все. Отстань. Короче, вы увидите этот кадр, вы охуете. А у нас здесь, по-моему, здесь Артура. Он, правда, не голый. Но, думаю, фотки тоже будут улет. Зай, раздевайся! Ну что, ребята, сейчас передо мной, наверное, самое красивое, что я видела за всю свою жизнь. Вы готовы? Нет. Первый рядник в моей жизни. Слезы, крики радости, невероятный холод и красивая фотосессия. Вот так можно описать эти 40 минут на этом конце света. Это лед! Вы видели когда-нибудь лед? Блин, она безбашенная. Посмотрите, мы как будто на луне. Ничего не понятно, даже фокус не ловится, просто потому что ему зацепиться не за что. Приведенье! Честно, ребят, это наш уже какой-то, какой-то день путешествия. И снимать уже совершенно не хочется. Хочется просто смотреть и наслаждаться. Но вы посмотрите вокруг. Это просто туман! Все в тумане, ничего не видно. И я, ежик в тумане. Что ты там монтируешь? Так, где мы? Витос. Наши вилс. Да, вилс. Ребята, если они еще не посмотрели, то посмотрите. Мы снимаем это всю поездку, просто 12 кадров на каждой локации. Блин, я похожа на человека северного полюса. Посмотрите на этого тумбрика-юмбрика. Кстати, вы знаете слово юмбрик? Нет? Нет. Даша, а ты? Нет. Реально, почему никто не знает, что такое юмбрик? Юмбрик вот еще как-то понятно, а юмбрик не очень. Юмбрик, это ну как пирожное. Есть эклер, а есть юмбрик. У нас это юмбриками называется. Вот такие маленькие, как профитроли. Вот, больше на профитроли похожи. Вот эти профитроли, это юмбрики. Ребят, если вы не знали, что такое юмбрик, то тоже напишите в комментариях. Одна из самых главных особенностей Исландии, это маленькое количество людей, живущих в этой стране. Когда путешествуешь по необъятным просторам Исландии на машине, то невольно хочется вкрикнуть. Ау, люди в Исландии, вы где? Ребята, если вы пропустили это в моих сториз, я хочу вам рассказать, что сейчас мы находимся в месте, где снимали момент из Игры Престолов, где Джон Сноу впервые летал на своем драконе. А еще именно в этом каньоне Джастин Бибер снимал свой клип, и поэтому здесь был огромный наплыв туристов. Это реально невероятно красивое место, я просто в ахере, я когда увидела, думаю, что этого такого не существует, но оно и существует, смотрите. Короче, вот видите дорожка? Это после того, как Бибер вот тут снял часть для своего клипа, там, где он набрал 500 миллионов, вот туристы вот это все протоптали и после этого его закрыли. Потому что есть вот этот мох, да, который очень долго восстанавливается, он вообще прям очень долго, лет 20. И смотри, что они с ним сделали. Видите? Исландия – это луна, а иногда Марс. На Земле такого места просто не может быть, но оказывается все же есть. Тачка-incorحم, салей, шоу configuration. Иисус он все равно не может быть, но может быть, как он еще немного вредит. Иисус он все равно не знает. Сii, что он очень долго видит, как он вообще воспитывает. машинах в ночи искать сумку. Ну, это жесть. Просто. Сумка Диор. Время 12 ночи. Короче, ребят, сейчас произошел какой-то пипец. Мы приехали домой. Все, мы рассказываем вещи, собираемся спать. И мы понимаем, что у девочек пропала сумка. Сумка Диор. Дорогущая. Там были вещи. Слава богу, не было документов. Вроде как не было паспортов. Мы ехали на машине и у нас оказалось, что у нас боковой багажник был открыт. И, видимо, сумка просто вылетела. И вот сейчас ребята отправляются ее искать в ночи. Все в ахере. Типа, как это вообще возможно? Вот это просто Исландия. Она не отпускает девочек и просто говорит, возвращайся. Да-да-да, Исландия. Ты еще говоришь, может быть, останемся на подольше. Вот и решили остаться на подольше. Это точно то, по-другому приезжаем. Где сумка? Вывалилась с окна, пока ехали. Просто. Вот, чтобы вы понимали, вот это боковое окно, когда мы приехали, было открыто. Ну, то есть, вот его вот так вот, ать, и она открывается. И вот просто сейчас, если ребята смогут в ночи найти сумку, они взяли с собой большие фонарики, они взяли с собой экипировку, это будет настоящее чудо. Сейчас случается... В Исландии никто не заберет, но из плюсов реально, что в Исландии люди не воруют. Ну, типа, это такая страна, где даже машины мы не закрываем, когда мы выходим на парковки, правильно? Вот, и здесь ничего не воруют. Поэтому, если только какая-нибудь овца, реальная овца, не забрала сумку с дороги, то у нас есть все шансы. Это самая лучшая потеря, мне кажется, в твоей жизни, самая быстрая находка. Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты всегда рядом, за то, что ты посмотрел, за то, что ты проникся. И, возможно, у тебя тоже появилось огромное желание поехать на этот другой конец света, в Исландию. Я вас очень люблю и ценю, обнимаю тебя через экран. Это было то место, откуда у меня было миллион сохраненных видео, миллион картинок из Пинтереста, миллион картинок из Пинтереста, которые я сохраняла у себя и думала, что когда-то я увижу своими глазами. И вот я это сделала. И ты вместе со мной это сделал. Кстати, Артур подарил мне подвеску с Исландии. О, я ее сняла. Сейчас принесу. Артур подарил мне подвеску. Это серебряная подвеска, которую он купил в одном из сувенирных Исландии, потому что она мне очень понравилась. И это означает любовь. Я считаю, что это теперь мой оберег. И это путешествие точно отложилось в мне памяти на долгое время. Ну вот и подошло к концу наше большое путешествие в Исландию. Я очень надеюсь, что тебе понравился этот влог. И ты уже поставил лайк и подписался на канал. Если еще не сделал, то сейчас самое время. До новых встреч в моих видео на YouTube.